Привет, друзья! Мы продолжаем играть в игрушечку Космические Инженеры. За кадром я немножечко поиграл. Это было нужно для того, чтобы отыскать некоторые ресурсы, отметить их точками GPS, так как делать это на запись очень и очень долго. Предыдущая серия получилась длинной, в этот раз попробуем немного покороче. Давайте загружаться. Вот, тот же самый, собственно, слот. Я туда же и сохранялся. Давайте вспоминать, что у нас тут было. Друзья, я буду стараться вырезать вот эти все загрузочные краны, так как они очень муторные и долгие. В прошлый раз мы построили какие-то начальные постройки для того, чтобы потом расширить все это дело. Друзья, пока я тут бегал, искал ресурсы, упало несколько метеоритов. Метеориты оставляют вот такие вот после себя рытвины, когда падают. Там даже какие-то ресурсы, да, вот есть что-то вроде магния, я смотрю, там вот что-то типа похожее, непонятное на лед, что ли. Вот, но никак это не отмечается. И тут вот тоже что-то. В общем, нам надо будет позаботиться о том, чтобы нашу базу не разбомбили вот эти вот антиориты. Ресурсов я тут посмотрел, в принципе, довольно-таки много, друзья. Некоторые из них я просто скрыл. Также сделал себе инструменты. Инструменты, друзья, я не сделал. Я их добыл из падающих спутников, но сделать их можно. Давайте посмотрим. Вот сколько я обнаружил здесь всевозможных ресурсов. Довольно-таки немало. Многие из них находятся непосредственно в земле, но есть и те, которые в виде булыжников на поверхности. Вот это вот, кстати, надо в первую очередь ими будет и заняться. Также я нашел золотишко в озере недалеко, но в буре вот туда за золотом мы, пожалуй, не будем первое время. Думаю, что мы озадачим эту технику, когда ее построим. Ну а сейчас со спутников также были собраны определенные ресурсы, то бишь их разбираешь и, в общем-то, все это получаешь. Было довольно-таки немало вот этих вот инструментов. Ну все они такого, знаете ли, начального уровня. Да, они лучше, чем самые первые инструменты, но все равно они такие себе. Все это я получил с этих самых спутников, хотя уже сейчас мы можем эти все инструменты изготовить самостоятельно. Правда, понадобится кобальт, хотя кобальт я тоже, вот, как видите, немножечко, правда, совсем чуть-чуть, но с какого-то спутника выбил. Все это я насобирал со спутников, которые падали в процессе, пока я тут вот эти вот точки GPS отмечал. Ну да ладно, чем мы сейчас займемся? Нам понадобится довольно-таки много железа, друзья, для того, чтобы начать строить нашу основную базу. Как я уже говорил, это все мы, скорее всего, разрушим начальное, да, и будем строить основное. Метеориты заставили меня задуматься и, скорее всего, придется как-то от них защищаться. Отправляемся за железом. На одних камнях мы многого не получим. Нам надо будет добывать непосредственно руду. Вот видите, да, отсюда, что есть вот булыжничек, отмечен магний. Вот это вот магний, друзья. Но пока мы не будем его набирать чуть попозже, отдадим приоритет железу. Кстати, вот пока я перемещаюсь, что это за булыжничек? Это у нас серебро, скорее всего, он у меня тоже отмечен. Просто я скрыл эту пометку, друзья, серебром. Мы также займемся, но чуть-чуть попозже. Нам первонаперво нужно раздобыть как можно больше железа. Вот есть булыжничек с железом. Значит, вот он так вот выглядит, красненький. Тут же неподалеку можно наблюдать никель. Значит, как лучше всего эти булыжнички-то добывать? Лучше всего находиться сверху. И вот так вот внутри проделывать, что называется, дыру. Добывая ресурсы, пока не забьется весь рюкзачок. Сейчас я этим займусь. Скорее всего, буду ускорять, чтобы не занимать много времени на запись. Поехали. Так, ну вот, вроде бы полный у меня рюкзачок. Давайте посмотрим, что там у меня набралось. Конечно же, есть камень. И, кстати, камня очень много. Не хотелось бы... Ну ладно, давайте, пусть этот камень тоже будет. Сейчас быстренько слетаем. Выложим то, что есть. Естественно, булыжники сверху покрыты таким приличным слоем камня. Поэтому он и набирается в наш рюкзак в таком количестве. Ну, камень, в общем-то, тоже нам не лишний в начале. С него мы тоже подобываем ресурсы, конечно же. Давайте вот сюда сразу все это поместим. Нажмем Alt и среднюю кнопку мыши. Все это мы выложили. Закудел наше плавилье. Начало перерабатываться камень и какое-то количество железа. Возвращаемся к этому камешку. Без точек GPS, друзья, поверьте мне, здесь очень легко все это дело потерять. Тут хоть и видно, да, все вот эти вот камешки, которые лежат. Вот кремний, да, он тоже, кстати, нам понадобится. Кремний нужен в основном, чтобы там всякие стекла изготавливать, компьютеры, все тому подобное. Вот что-то такое. Я уже не очень хорошо помню, но вот что-то так, друзья. На подзаправку я не стал тратить время, потому что у меня три баллона достаточно много. Продолжаем набирать железо. Так, в этот раз опять в основном камень. Ну ладно, нет, потому что пытаюсь полностью забрать все, как говорится, да. Ну, может быть, кстати, сейчас и начнем уже строить. Посмотрим, сколько у нас там железа. В принципе, я пластин тоже так немало понасобирал с этих вот падающих спутников. Я думаю, что мы вполне себе можем уже начать строительство. Или хотя бы наметить, что там мы будем строить. Так, все это мы помещаем вот сюда и смотрим, что там у нас происходит. Так, железо. Ну, железо не сказать, что бы уж совсем мало. Вполне себе нормально. Вот видите, камень, да, пошел перерабатываться. Камень перерабатывается, наверное, быстрее всего. Но вот ресурсов с него не так много. Правда, немного никеля можно набрать также. Кремния. Давайте все это дело, наверное, перекинем вот сюда. В наш основной, так сказать, карго, контейнер. Этот отгравий не уверен, что вообще понадобится. Ну, что ж, друзья, что нам надо? Возьмем, пожалуй, вот эти самые пластины. Наверное, стоит заказать еще в производстве. Где-то, ну, не знаю, ну, минимум 500 точно. То есть 600. Пусть потихонечку делает. Так, вот эти все пластинки мы забираем. У нас решеточек всего лишь 5. А это значит, что нам надо кобальта подобывать также, да? Что мы первонаперво будем строить, друзья мои? Конечно же, мы будем строить... ...вышку с ветряными генераторами. Вот это вот я начал, но... ...скорее всего... ...даже не знаю, продолжать ее или... ...рядом другую построить. Ну, давайте, наверное, еще построим. Собственно, для чего? Для того, чтобы, когда будем сдвигать, чтобы было все относительно ровненько, да? Потому что вот это все я планирую спилить. Площадку, наверное, продолжу, но чтобы вот это вот отдельным таким вот не торчало, так сказать, столбиком. Ну, где-нибудь, я не знаю, вот, наверное, вот здесь вот прям и сделаем. Давайте вот так вот поднимемся повыше. Так, ну, наверное, будем как делать. Тут, наверное, сделаем. Почему, собственно, друзья так делают? Потому что... ...эм... ...или нет... ...так... ...ну, наверное, правильно, я начал. Вот так вот, наверное, надо продолжать было. Потому что я все-таки планирую строить вот эту вот вышку непосредственно из батареи. Почему? Потому что, ну, так, мне кажется, компактнее и лучше будет. Потом эти батарейки можно будет закрыть сличом. Да, наверное, мы так и сделаем. Давайте повыше вот это все это дело построим. Потому что у нас будет два яруса, наверное, из заводов. Я не знаю, сколько это места будет занимать, но явно немало. Так, теперь, наверное, вот так в стороночку, да? И вот так еще немного и сделаем. Ну, а здесь тоже будут ветряки у нас находиться. Так, семерочка. Получится? Нет, нет, нам что-то не хватает. Не хватает внутренних пластин, друзья. Нам понадобится довольно-таки много внутренних пластин. Потому что ветряков будет тоже немало. Давайте посмотрим, сколько у меня есть этих пластин внутренних. 304. Ну, возьмем вот. Сколько возьмем? 290. Угу. У нас вот слишком много. Этих возьмем, наверное, под 500. Там, по-моему, еще вот это требовалось. Возьмем, давайте, 80. Что там еще? Моторы, по-моему, какие-то требовались. Но, может быть, и нет. Моторы почти везде используются. Возьмем 150. Так, что там ветрякам нужно? Да, моторы понадобятся. Строительные компоненты, конечно же. У меня, в принципе, их так немало. Так, но у меня не осталось места. Да, вот эти внутренние пластины, друзья, это очень тяжелые вещи. Вот эти внутренние пластины. Давайте вот 50 уберем и возьмем побольше строительных компонентов. Ну, вот на какое-то количество этого должно хватить. Посмотрим, на какое. А здесь ли нам это строить? В общем, ну ладно, давайте, раз уж так начали. Пусть будет. Вот такого типа будем строить. Башню с ветряками. Пока что, я думаю, построим что-то около четырех. Должно на первое время хватить. Ага. И нам нужны... Что там не хватило? Компьютеры, конечно же. Компьютеры у меня тоже там были, по-моему. Давайте поглядим. Только вот сколько их компьютеров, не так много. Ну, в принципе, достаточно, я думаю. Вот 150 возьмем сразу. Очень много строительных компонентов уходит. Давайте вот так вот сразу побольше их возьмем. И снова отправимся достраивать наши ветрячки. Так, один есть. Так, один есть. Второй есть. Третий тоже есть. Ну, вот, на четвертый не хватило. Чего-то там нам не хватило на четвертый. А чего нам не хватило? Балка, да? Ну, вот это вот уже можно, в принципе, добавить в планировщик, друзья. И попробовать это все запланировать. Так, что-то мы там взяли, может быть, не знаю. Сейчас проверим. Control средняя кнопка мыши. Нет, мы не могли ничего взять, потому что мы до этого собрали все балки. Давайте посмотрим в планировщик. Планировщик у нас находится вот здесь, вот в этом меню. Вот, видите? Что-то я тут добавляю. Можно вот так вот все это убрать, чтобы это все нам не мешало, друзья. Последующим. Не хватило нам чего-то там немного. Посмотрим, что у нас тут есть. Нам надо бы балки какое-то количество. Давайте закажем 50. Строительных компонентов везде понадобится огромное просто количество. Думаю, смело можно заказывать что-то около тысячи. Компьютеры. Ну, по-моему, были у нас. Ну, закажем немного. Внутренних пластин тоже немного закажем. И посмотрим, удастся ли нам все это сделать, да? Так, ну, балок у нас точно не было. А все остальное, вот, в общем-то, я наблюдаю. Экран зачем-то мы взяли. Ну, это, видимо, было в планировщике, друзья мои. Тут экран, конечно, не требовался. Давайте попробуем достроить наш витричок. И да, у нас удается его достроить. В принципе, он обеспечит нам достаточное количество электроэнергии. Вот это вот то, что я вначале начал делать, наверное, мы сейчас спилим. Вот. И начнем, наверное, потихонечку с этого места что-то планировать строить дальше. Строить будем слева направо, друзья. Вот здесь вот у нас будет располагаться башня из аккумуляторов. Хорошо бы хотя бы один поставить. Так, аккумуляторы мы должны где-то здесь найти. Вот какой-то объект еще появился. Так, где-то источники энергии. Вот у нас аккумуляторы. Давайте вот куда-нибудь вот сюда вот его разместим. И да, мы можем его в принципе начать размещать. Давайте вот так вот прямо. Да, чтобы знать, что вот так вот вверх мы будем строить именно аккумуляторную, так сказать, вышечку. Так, а что там у нас появилось? Какой-то неизвестный сигнал. Хорошо бы до него слетать. Но у меня вот, видите, инвентарь забит. Или он пропал, этот неизвестный сигнал. Они бывают, друзья, пропадают. Появляются и пропадают. А, нет, все-таки я его вижу. Где-то он есть вон. Очень плохо видно, но вот так вот я его вижу. Непонятно, в общем, где-то он там. Давайте попробуем все-таки найти, раз уж мы играем. Надо что-то выложить. А, давайте выложим вот эти вот пластины внутренние. Они очень тяжелые. Наверняка много места освободим. Нет, надо еще что-то выложить. Ну, тогда остаются строительные компоненты. Их тоже очень много. Так, опять же, пластинки. Ну, в принципе, достаточно освободили. Давайте полетим, посмотрим, что там где приземлилось, не приземлилось. Так, вот я вижу. А, вот. А вот что же он пропадает-то так? Так, вон, видите, еле видно что-то, да? Так, давайте сразу достанем вот этот инструмент. Нашу болгарочку. Ну, я предпочитаю прилетать к этим спутникам, осматривать их, потому что у них также могут быть какие-то компоненты. В любом случае, они состоят из компонентов, которые нам вначале очень даже пригодятся. Всем советую, друзья, все эти спутники осматривать, к тому же там могут быть любопытные предметики. Так, вот наша кнопочка. Что там у нас? Ничего, да? Ну ладно. Так, а что у нас вот тут? Немного кредитов. А лучше всего, друзья, если вы будете находить аккумулятор. Я пока что нашел только 9 внешних аккумуляторов. Они очень понадобятся, когда мы приберемся, так сказать, до космоса. Там аккумуляторы будут очень мешать. Все, мы это дело разобрали. Можем смело возвращаться на базу. Ничего не пропустили. Ну и ничего особо-то и не добыли, да? Так, немножко всякого мусора, можно сказать. Но, тем не менее, в этом спутнике могли находиться какие-то интересные для нас вещи. Вот пока пролетаем мимо магния, можно еще магния немножко пособирать. Кстати, лучше бы мы, наверное, железо немного пособирали. Давайте, пока он тут недалеко, вот этот камешек. Сразу же мы начнем его, так сказать, полностью выбирать, да? А то у нас в основном камешки мы приносили. Так, взяли еще немного железа. Скорость, конечно, низковатая, вот эта вот 100 метров в секунду. Но я что хочу сказать, друзья? Когда вы будете играть первый раз, если будете играть, конечно, начинать в ту игру, даже с этой скоростью будет не так-то просто справиться новичкам. Здесь персонаж вполне себе погибает. Так, ну, скидываем все это дело на переработку. Сами же будем... И вот этот вот металлолом тоже. Сами будем, друзья, делать что? Продолжать. Продолжать намечать, что же нам тут строить. Ну, вот здесь вот обычно я строил... Давайте посмотрим... Бак. Вот этот вот водородный. Сейчас он нам в самом начале, конечно же, не очень нужен. Но, чтобы было так, более-менее все это выглядело, думаю, что бак стоит сразу разместить. А от него уже начнем плясать. Но тут также есть нюанс, друзья. Бак-то бак, но бак этот большой. И некоторые вещи мы будем утапливать вниз. Наверное. Да, мы будем их утапливать. В частности, вот этот бак мы тоже будем утапливать. Так, по-моему, он идет 3 на 3. Клеточки. Давайте вот сюда вот его попробуем. Ох, не могу запрыгнуть. Разместить. Так, мы его пока что не можем... А, нет, можем вообще-то. Смотрите-ка, да, можем. Так, его надо просто развернуть. Правильно. Так, ну вот что плохо, я не вижу, как он там разворачивается. Ага, вот так уже получше видно. Да, индикация у него сверху. Хорошо. Вот здесь у нас будет стоять водородный бак. Вопрос 1, вот только его поставить, или 2. Можно, в принципе, сверху еще один поставить. но если использовать конвейерную линию, то было бы неплохо все-таки поставить рядом второй бак. Пока что будем на метке делать, друзья. Давайте, наверное, не будем жадничать. Поставим сразу же второй бак. В принципе, мы можем это сделать. Посвятим этому серию. Вот пока что на метке, да, вот такие вот. Так, что-то не могу ее спилить. Вот, спилилась наконец-то. Так, ну что, второй бак у нас пойдет сюда рядом. Так, вот так вот он развернем правильно индикации сверху. Так. Вот так вот, мне кажется, он должен стоять, да? Так, что-то у нас опять... Вот крутится как угодно, только не так, как нам надо. Молодцы разработчики смогли таки это сделать. Вот так вот он должен стоять, друзья. Так, вот. У нас два бака есть водородных. Если что, можно сверху еще нарастить. Так, теперь сюда идем. Что сделаем мы здесь? Друзья, здесь мы, наверное, поместим, я так думаю, конвейеры и на них поставим сборщики. Полноценные сборщики. Думаю, что трех сборщиков будет нам для всего достаточно. И лучше, если они будут стоять на конвейерах. Поэтому давайте-ка, наверное, все это попробуем реализовать. Опять же, нам понадобится вот это вот, наверное, спилить. начнем вот с этого, друзья, места. Так, что я там достал? Нам бы вот сюда неплохо было бы поставить три вот этих самых конвейеров, друзья. Давайте их найдем. вообще конвейерного нам много чего понадобится. Вот тут у нас располагаются конвейеры. Можно смело вот так вот делать, потом вот эту вот конвейерную труба нам, возможно, понадобится. Вот это есть вероятность, что понадобится. Также было бы неплохо разместить здесь малые какие-то конвейера и прочее. Но это мы, наверное, позже этим займемся. А пока что только вот это основное, и раз уж мы решили сборщики ставить, давайте сразу сборщики и найдем. Вот он сборщик. Сюда вот его разместим. Так, нам сейчас нужны конвейеры. Да, вот я думаю их как-то так вот разместить, чтобы на них потом вот это все дело ставить. Давайте вот так вот по-простому, что называется. Вот, три конвейера. Конвейеры мы продолжим выносить вот сюда. Это также будет нужно, друзья мои. Это будет нужно обязательно. И даже вот плюс один вот сюда на внешку пойдет. Сейчас все покажу, как это будет выглядеть. Сюда мы будем это все выносить. где там наши конвейеры. Вот они. Так, как мы там его размещали? Вот так вроде бы, да? Ну, так так вот. Неважно какой стороной, у них окошечки-то везде, как говорится. И один вот еще вот сюда мы вынесем. пока что только намечаем, друзья, только намечаем. Так, я плохо вижу отсюда. Ну да, вот так вот можно сделать. Вот, что значит мы сделали? Что у нас получается? Вот так вот идут конвейеры, на них будут стоять сборщики. Продолжаем конвейер вот сюда, плюс одна клетка, почему? потому что к сборщикам я планирую в последующем добавить улучшители. Вот, эти улучшители как раз по одной клетке займут. И конвейер выйдет вот так вот и дальше мы его продолжим строить вот таким вот образом, друзья мои. Вот, да, я думаю, что так все и будет. Можно, в принципе, наметить себе сразу вот так вот этот момент. Вот так вот конвейер у нас пойдет вперед. Там у нас еще будут заводики стоять. И как раз таки, наверное, заводики мы будем ставить, намечать после вот этих вот сборщиков. А пока что только на метке делаем. Будет очень неприятно, конечно, если метеориты прилетят. Вот этот метеоритный дождь может все испортить, конечно. Ну, да ладно, не будем пока на все это обращать внимание. У нас пятерочка. Вот этот сборщик. Давайте его ставить. Ну, вот сразу хочу сказать, что прежде чем ставить сборщик, хорошо бы вот это дно проварить, потому что есть вероятность, что потом мы его не проварим. Так, давайте эти конвейеры потихонечку. Так, что там нам не хватает? Значит, воспользуемся изи-инвентари. Посмотрим, сработает или нет, и хватит ли нам компонентов для вот этого вот устройства. что нам внутренняя пластина, компоненты, малая трубка. Малой трубки, замечу, много достаточно потребуется. может быть, на три хватит нам вот этих вот конвейеров. Итак, чтобы взять необходимые компоненты, что мы сделаем? Хорошо бы убрать лишнее. В кавычках, опять же, лишнее, да? Давайте вот пока что все уберем. Вот прям вот так вот нажмем на вот эту кнопочку, и уберется все вот так вот аккуратненько сложится в те места, где все стояло. Теперь зажмем Alt, кажется, да, и правой кнопкой мыши проверим. Да, вот видите, сверху появляется надпись, что мы вроде бы что-то там или берем, или не можем взять, но сейчас проверим. Где там наш сварщик? Да, все-таки что-то мы не можем. Видать, у нас чего-то не хватает. Так, а что же нам не хватает-то? Ну-ка, давайте посмотрим, может, что-то опять затупило. Внутренняя пластина вроде была. Так, а что же мы не можем взять-то? А нет, друзья, это я затупил, на самом деле. Надо было просто правой кнопкой мыши нажимать без всяких Alt, и вот что-то я там взял. Так, проверяем заново наш сварщик. Да, все компоненты, которые нам нужны были, мы взяли. Просто, там просто достаточно правой кнопкой мыши, и все, то бишь, вот, easy inventory, да, и похоже, что мы проварить сможем только один, да, вот, сейчас еще раз посмотрим, где там у нас двоечка. Да, мы что-то, видите, красным горит, чего-то мы взять не можем. А что же мы взять-то не можем, я там не могу прочитать, но это печально, конечно. Так, что там нам надо, моторы, строительные компоненты, внутренняя пластина, видимо, внутренняя пластина закончилась, сейчас посмотрим. Да нет. Или что, что там у нас закончилось-то? Что требуется вообще? А, малая трубка, малая трубка закончилась, друзья. Конечно, малая трубка, здесь у нас есть возможность ее построить? Есть. Давайте сразу сделаем, сколько там, пару сотен, если получится, ну или хоть сколько-нибудь. Вот, начинает все это дело делаться, ну и пока она делается, мы смело можем набирать. Все, набрали нужное количество. Друзья, просто банально правый клик, и вы возьмете все, что нужно, если это у вас есть. Достраиваем. Вот эти вот конвейеры. Можно даже здесь один построить. Ну и начать строить вон тот ряд, Все, вот сюда мы можем смело уже ставить вот эти вот сборщики, пробовать, по крайней мере, наметить, если получится. Так, сборщик у нас под пятерочкой. Нет, мы пока не можем, что-то там нам не хватает опять. Давайте попробуем взять. Вроде что-то взяли. Так. Значит, как мы будем строить вот эти вот самые ассемблеры, да, сборщики, друзья? Тут очень важно правильно их разместить. Так, столкнутом. Размещать мы их будем вот таким вот образом. Видите, да, что у них есть окошки. Вот. И как раз они конвейерами смотрят в наши вот эти вот баки, водородные баки. Ну и вот так будем рядышком размещать друг к дружке три штучки. Думаю, трех хватит, друзья. Должно хватить. Мы потом сделаем так, чтобы они совместно работали для ускорения. На них мы повешаем специальные апгрейды для ускорения работы. И в принципе, я думаю, что этого будет достаточно трех. мне кажется, хватит. Что мы будем строить дальше? Дальше, друзья мои, мы, наверное, будем строить я так думаю, заводы, друзья мои. Ну да, после вот этих вот сборщиков, а может быть, один уже сразу можем построить. Давайте посмотрим. так, где там у нас... Не хотелось бы, конечно, ресурсы все тратить, потому что вот на вот эти вот каркасы тоже уходят ресурсы. Ну, а теперь мы можем построить один. Ага, компонент решетки. И вот тут вот нам нужен кобальт, друзья. Почему? Потому что компоненты решетки, не уверен, что... Ну, скорее всего, мы их уже на что-то потратили, вот эту вот решеточку. Кобальт, друзья, нам нужен для того, чтобы строить компоненты решетки. Вот чтобы построить вот эти вот ассемблеры, нам понадобятся компоненты решетки. Здесь вот мы можем смело пол начать заваривать, потому что на этом полу будет у нас располагаться завод. И не один завод, друзья мои. Поэтому давайте сразу пластиночки возьмем. Как-нибудь так побольше, 500, я думаю, возьмем. А у нас, видите, практически ничего не осталось. Все, мы потратили. Вот этот пол будем заваривать сразу. Почему? Потому что на нем будет располагаться завод. заводов. Я думаю, что можно так же продолжить. Потому что заводов будет, друзья, у нас много. Минимум 6 в ряд мы будем ставить заводы. Минимум 6 в ряд, друзья мои. Почему? Потому что сверху мы еще в ряд сделаем около 6 в ряд. Получится 12 заводов. Многие скажут, зачем так много? Почему-то ползума, что ли? Ну да, друзья, надо много заводов, потому что если мы найдем уран, то перерабатывать сумму будет очень долго. уж поверьте. Вот. Уран я все-таки собираюсь находить. Так, здесь мы тоже продолжим. И вы знаете, вот этот серый цвет мне не очень нравится. Я бы поменял на какой-нибудь беленький, что ли. Сейчас, наверное, посмотрим, что там у нас есть. Так, неизвестный сигнал, да? А мы как раз за этими сигналами охотимся. Давайте нажмем латинскую P и выберем какой-нибудь цвет. Не знаю, может быть, такой, может быть, желтенький. Беленький, может быть. Не знаю, беленьким я всегда нравился, но он такой, знаете, так выглядит, если честно. Можно желтенький взять, какую-нибудь, не знаю, ржавчину посмотреть, может быть, есть. Так, это дерево. Так, давайте посмотрим сейчас, в принципе, применим, а там посмотрим, как это будет выглядеть. Зажимаем Ctrl и Shift и средняя кнопка мыши. Все, красим, все, что есть. И смотрим, как это выглядит. Ну, так себе выглядит, друзья, не очень. Я бы лучше, наверное, все-таки белый цвет использовал. Вот такой, может быть, или такой. Давайте, опять же, попробуем, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, эта ржавчина, если честно, не очень хорошо выглядит. Что-то как-то заброшено все это выглядит. Давайте, может быть, или так оставить. Это как-то больше реализма что-ли добавляет. Сейчас посмотрим вот на вот этих вот. Ну, нет, что-то как-то, знаете, не очень. Но там есть получше вроде варианты. Давайте, может быть, посмотрим что-нибудь другое. Так, это что у нас? Понятно. Ну, пусть будет такой. Так, а, ну, вот, кстати, неплохо выглядящий. Вполне себе. Давайте, наверное, такой я оставим. Мне кажется, такой вполне себе пойдет. Нормально он выглядит. А то вот такой стандартный серый цвет. Что-то мне не нравится. Слетаем за вот этим неизвестным сигналом. Посмотрим, что там у нас есть. Так, тут вот вот она кнопочка. Ничего мы не нашли. Ну, да ладно. Заберем компоненты. Внутренние пластины. Неплохо. Ну, и распилим его, конечно же. Так, давайте водород тратить не будем. вот этот вот мелкий мусор от них остается еще. И вот так бывает порой очень сложно дособрать. А можно было не обращать на него внимания, но я все-таки предпочитаю все собирать. так, возвращаемся. Завод. Сможем ли мы сейчас его начать строить? Давайте посмотрим. Нам нужен увеличить можно, уменьшить, но очистительный завод вроде как у нас только большой может быть. давайте-ка его разместим вот здесь. Вот так вот он выглядит. Это большое строение, друзья. Вот так вот он выглядит. И да, нам надо будет заварить еще вот эту часть. Почему? Потому что он сразу на нее так говорится и удружается. Давайте заварить. Будем пытаться нормально все строить. Сразу все так сказать нормально. Не совсем уж так прям по фуншую, но будем пытаться, друзья, иначе какой интерес, если все как тяп-ляп делать. Тяп-ляп мы не будем делать. По крайней мере будем стараться отделать аккуратненько и нормально. Так, не закончились еще наши пластинки. Так, это тоже надо будет проварить. Пластинки закончились. Заводик скорее всего мы тоже не сможем поставить до тех пор пока не возьмем начальное количество вот этих вот пластин там пластин для него требуется. Так, у нас сколько их? 500, А, давайте вот это все выложим пока что. Пластинок возьмем сколько? Ну, 550 и возьмем. Одно оставим, чтобы потом стакалось, если что. Так вот мы поступим. Ну, что начнем. О, смотрите, травка, да? У нас пробивается травка, друзья. да, прикольненько, прикольненько все это выглядит, конечно, с травой. Признаться, я думал, она не будет пробиваться через текстуры. Ну, пусть с травой будет, че ж, теперь ли. Не будем это как-то изменять. Бредовато, конечно, выглядит, но пусть пока так будет. ладно. Не хочу я строить вот эти вот нагромождения, друзья, чтобы вот почему? Потому что тоже вот эта высота, она особо большая не нужна. Так, восьмерочка. Так, не восьмерочка, а семерочка. А, восьмерочка, все правильно. Вот он, завод. Так, давайте-ка. вот так вот мы будем их размещать. Пять смогли разместить. Давайте отойдем подальше, посмотрим. Все-таки, я думаю, лучше сразу шесть сделать, как я и хотел. шесть, я думаю, все-таки нормально. Не будем делать меньше шести. Сколько он там две клетки занимает? Две. Как раз для него площадка. Так. Вот так вот, друзья. Да, вам может показаться, что это слишком много, но я думаю, это нормально. Это не так уж много. Дальше, что мы будем делать? Мы будем делать контейнер, друзья. Огромный контейнер. В принципе, одного большого контейнера, именно на большой сетке, хватит, наверное, на всю игру. Но мы сделаем, наверное, вот, что-то около трех. там будет еще момент с этими контейнерами. Потом попробую вам рассказать, что за момент. Скажем так, он неприятный, но он есть. Ладно. Так, ищем этот самый контейнер. Вот, большой контейнер. На семерочке у нас будет этот самый контейнер. Контейнер также будет утоплен немножко, друзья, для того, чтобы все было вровень с этими конвейерами. Вот здесь сбоку конвейер есть, и к нему будет подходить как раз-таки вот так вот мы будем делать. Так, мы пока что что-то не можем построить? Не можем, что-то не хватает. Внутренняя пластина 300 штук. Нам надо много внутренних пластин. Давайте быстренько слетаем за сигналом, посмотрим, что там такое, потом займемся внутренними пластинами. Может, как раз тут и... А, вот это вот один из таких, знаете ли, моментов, когда нам придется его все-таки разобрать. На кнопку навряд ли нажмем. Там стоит гироскоп, который постоянно вращает эту штуку. все. Вот, давайте все разберем. Все, вроде нет подмывки. А, есть все просто пристелем. Все, тут, друзья, такая, будут такие попадаться. Это вот еще удачный вариант, в кавычках. Нет, это неудачный вариант, потому что кнопку я таки спилил. но нам будут подкидывать такие вот неприятности почему потому что смотрите как прыгает так внутренние пластины нам как раз пригодятся ну ладно не нажали бы тут на кнопку ничего страшного есть вероятность что там ничего абсолютно не было а нам будут попадаться подобные спутники это такой знаете ли небольшой степ от разработчиков может быть хотели так сделать интересней что ли да у нас энергия заканчивается давайте пополним ее дело в том что будут попадаться спутники за которыми надо будет бегать есть один который с двигателем от нас будет улетать в принципе там с ним еще можно справиться вот такой вот мячик шарик который будет убегать но вот с шариком очень тяжело справиться там как-то надо закрывать как-то его обстраивать в общем ну не просто друзья совсем не просто производство заказываем внутри пластины наверно сколько от 600 попробуем хватит хватит на 600 так уберем все что у нас есть и возьмем только чисто внутренние пластины потому что нам надо наметить строительство вот этих вот больших контейнеров одну вернем чтобы стек сохранялся так а может еще можно взять а ладно я думаю что это в принципе должно хватить хотя может и не хватит друзьям давайте наверно все таки возьмем максимум сколько сможем упереть потому что эти контейнеры реально много на себя забирают поэтому хватит этого так где там у нас этот самый большой контейнер семерочка будем его вот так вот соединять с конвейерной частью завода вот я думаю вот так вот это и будет выглядеть вот эти вот большие наверное будем один на другой складывать можно в принципе не заморачиваться сейчас этого не строить и не уверен что это вообще я правильно делаю нужно что это делать ну раз уж начали давайте пока что так завода друзья будут в большем количестве чем то что мы видим сейчас можно даже было бы смело сверху еще поставить сразу это я так просто намечаю пока что как все будет выглядеть вот большой контейнер пока у нас пластины с собой можно еще один разместить пожалуй думаю что можно вот три да а почему нет как раз вот по верхушку заводиков так давайте возьмем пятьсот пятьдесят три отмена сперва уберем вот эти вот внутренние пластины и возьмем пятьсот пятьдесят три обычные пластины для того чтобы наметить заводы так восьмерочка завода у нас нет нет девятка восьмерка так ну-ка посмотрим так все правильно конечно чтобы их проварить понадобится просто какое-то колоссальное количество ресурсов друзья но этим мы займемся в следующей как раз серии а сейчас мы делаем каркас намечаем для нашей базы это будет каркас нашей основной земной базы вот так вот он пожалуй будет выглядеть двенадцать заводов поверьте мне это совсем не мало это очень даже достаточно я бы сказал так тут хочется надеяться что не прилетят эти ужасные метеориты и не разрушат все что я вот тут напланировал хотя это вполне может произойти так здесь вот надо еще кое-что будет построить а именно продлить нашу систему конвейеров я вот думаю наверное вот так вот мы ее и продлим аккуратненько для того чтобы все в конвейерную линию зацепить и вот здесь вот мы наверное где-то построим мета пункт а вот здесь в этой части будут располагаться у нас скорее всего генераторы H2O2 поэтому давайте посмотрим что нам надо для того чтобы наметить наши конвейеры девят что там у нас идет пятерочка или что там а нет это у нас не то вот здесь вот у нас двоечка кажется троечка двоечка так ну что там у нас спускаемся и строим конвейеры ну вот так вот так у нас что-то не хватает чтобы их а внутренние пластин друзья то что я убрал как раз то что теперь нам нужна внутренняя пластина а напоминаю пока что просто каркас намечаем давайте 500 возьмем 500 взять не можем но вот сколько взяли думаю столько и хватит в принципе так у нас там красивый лунный свет озаряет да что-то тут вот на заводы так же надо будет вешать улучшения друзья и там потребуется просто поверьте мне колоссальное количество ресурсов но я думаю что мы со всем этим делом попробуем справиться так так вот давайте кае так вот давайте кае просто намечаем друзья так много там еще много все эти конвейеры мы конечно же проварим но скорее всего это будет не в этой серии так мы до чего дошли до вот это вот давайте поднимемся повыше чтобы я видел так вот тут повнимательнее надо быть ну вообще вот так вот делать предпочитаю заворачивать сразу так давайте посмотрим генератор H2O2 чтобы сориентироваться генератор H2O2 вот он будет у нас на цифре 6 так как он вообще выглядит и что для него надо стальные пластины вроде есть так мы можем его разместить так ну я думаю что нам лучше его вот так разместить вот так вот нам его лучше разместить почему потому что там будет находиться или все таки здесь давайте наверно все таки лучше здесь а если вот так хотя нет наверное я все я понял мы сделаем по другому друзья так мы все таки продолжим вот этот вот конвейер да мы его продолжим даже наверное 3 3 построим так и здесь вот наверное в конвейере сверху у нас будет располагаться медпункт а вот чтобы не заморачиваться с этими генераторами где он у нас шестерка мы их банально все таки построим там у него с двух сторон да вот это вот окно мы их расположим вот так чтобы был доступ к этим генераторам и чтобы в принципе они сообщались с конвейерами и могли взаимодействовать со всей базой думаю это будет правильно так вот их расположим и я думаю что не меньше трех вопрос хватит ли трех да наверное хватит друзья мои вот эту вот основу мы вот так сказать заложили так а где у нас медпункт может мы его тоже сможем сразу заложить основу медпункт давайте посмотрим давайте вместо контейнера нет для того чтобы заложить основу нужно внутренняя пластина и довольно таки много есть ли у нас внутренняя или мы можем в принципе я смотрю он зелененьким там мигай мы можем в принципе внутренняя пластина у нас есть друзья так давайте попробуем почему же он здесь вот не хочет вот так все есть ну да я думаю что вот так это будет обычно я друзья вот так делаю выглядит не очень хорошо но зато для всего удобно давайте наверное тоже вот так поставим вот так вот у нас будет располагаться наш медпункт и конвейер потом если что для чего то может быть понадобится здесь продолжим делать вот эту площадку и наверное чтобы уже не спотыкаться друзья чтобы не спотыкаться об эту площадочку давайте сделаем вот такие спуски имеется ввиду чтобы можно было ходить так я так правильно делаю вообще нет так по моему нет где там у нас здесь видите очень низко и не видно еще трава вот это мешает сейчас поглядим четверка так вот так вроде бы совершенно не вижу правильно делаю или нет но будем надеяться что правильно так стоп че это че делать треугольники нет треугольники нам не нужны так треугольники нет где там опять эта штука вот это вот нам надо вот так да все правильно теперь правильно друзья теперь все видно в общем это нужно для того чтобы не спотыкаться всякий раз а вот эти вот поребрики которых если честно не очень хорошо видно так че там еще что то построено а не вижу да что то торчит может это недовыпилил вот этот треугольник так здесь поднимаемся да поднимаемся четверка она бывает разворачивается в самый неподходящий момент и не видно че и как там делается ну пока вот так вот сделаем чтобы не спотыкаться здесь пока делать этого не будем теперь мы можем вот так спокойно забираться наверх пока что на один только вот этот вот квадрат ну я думаю этого пока хватит так ну что друзья хотелось бы еще немного принести ресурсов конечно надо потихонечку начать строить буровичок какой-то для того чтобы добывать все это более эффективно пока все это выложим слетаем на вот этот неизвестный сигнал так это у нас кораблик самый обычный мы ничего не нашли но тут у нас есть еще один улучшенный бур ну вот так я в принципе все эти инструменты находил за кадром но как я уже говорил их можно изготовить так забрали отнесемся это на базу и теперь друзья теперь мы наметили все что хотели я не знаю сколько там времени идет эта серия уже мы будем еще что-то добавлять будем обязательно но будет это уже в процессе каких-то доработок давайте наверное сейчас все выложим то что мы взяли так попробуем набрать еще некоторое количество я думаю что вот это мы тоже выложим некоторое количество друзья руды так прежде чем отправиться за рудой пополним запасы нашего водорода видите да что у меня я сделал много вот этих вот баллонов потому что я летал довольно таки по большой площади приходилось это делать чтобы видеть что здесь есть с чем можно взаимодействовать так где там наш бур добудем наверное еще железо потому что если будем строить буровик мы будем обязательно его строить наверное даже возможно в следующей серии хотя друзья хотя сперва я думаю мы построим конечно же сварочную машину которая позволит гораздо быстрее сваривать вот эти вот компоненты при наличии конечно же этих самых компонентов для сварки вот поэтому сперва все таки будем сварщик вот этот трещик строить продолжаем вот этот булыжничек осваивать так что там у нас поглядим ну неплохо неплохо теперь мы гораздо больше железа набрали чем камня ну камень все еще все еще будем друзья его использовать так что получается видите серия такая темненькая да в темное время суток ну ничего не попишешь мы поставили два часа в начале чтобы менялась день и ночь я не скажу что здесь такая уж прям темная ночь вполне себе я думаю смотрибельно все это дело хотелось друзья сделать серию покороче но вот эти вот все вот эти вот эта вот база она требует проработки продумки и соответственно так сильно ты и не ускоришься как бы не хотел так ну что давайте все это выгружать и снова отправимся разгребать этот камешек железа понадобится много надо полностью выработать этот камень и кобальт друзья нам обязательно надо будет сегодня добыть какое то количество желательно не маленькое ну вот сколько сможем добыть хотя бы вот сколько сможем чтобы в следующий раз решетки понадобятся везде абсолютно они делаются из кобальта и и и и и и и и и так сколько сейчас у нас железа да в принципе железа там уже так ты немало набрали можно заняться уже и кобальтом. Так, где там наша база? Друзья, я также призываю вас, если вы начинаете играть только в эту игру, всегда оставляйте GPS-метки на базе. Не знаю, если от корабля куда-то отлучаетесь, возле корабля оставляйте GPS-метки, не надейтесь на антенну. Оставляйте GPS-метки, потому что они видны везде. А вот эти вот всякие антенны, и прочее, они не везде видны. Только на определенном расстоянии, который вы же будете выставлять. Так, скидываем груз и управляемся дальше. А дальше хорошо бы, наверное, уже начать заниматься кобальтом. Дособираем вот эти вот остатки на камне и начнем вбуриваться за кобальтом. вон там вот как раз неподалеку. Так, вот тут вот у нас кобальт, друзья мои. Но до него копать и копать, до этого кобальта. Воспользуемся вторым режимом бура, который разрушает породу и делает такие довольно-таки серьезные, рытвенные. на правый клик нажмем и, в принципе, вот сможем такое сделать лаз за кобальтом, да. Ну, поехали. Давайте прямо вот так вот на него настроимся. Прямо на этой меточке. И начнем вот так вот тут бурить вниз. Строго вниз. Так, а кобальт-то у нас впереди. То бишь, нам надо вперед, ребят, зайдем. Вот он, друзья, вот он кобальт. Ну, он не совсем так уж прям впереди, но вот-вот он, короче. Собираем его. Инвентарий фолл, друзья. Возвращаемся на базу. Где-то у нас... Кобальта понадобится тоже немало, друзья мои. Вот, поэтому сделаем пару ходок за кобальтом. Это минимум. Сколько, кстати, у нас кобальт? Это 2К, 2,5. Ну, в принципе, немало. Мы его так собрали. А кобальт будет перерабатываться не быстро, друзья. Не быстро. Это один из самых долгих вот этих вот переработок из руды в слитки. Он будет достаточно долго перерабатываться. Ну, я думаю, что все это мы дело подождем. Все это мы сделаем за кадром, скорее всего, подождем. Как раз вот я здесь все это помещу. Давайте сразу, может, и глянем. Машинка заглудела, камешки начали быстренько перерабатываться. Железо немного. Железо у нас почти 5К. Вот видите, да? Вот кобальт вот так вот перерабатывается не быстро. Ну, по крайней мере, у нас уже есть из чего делать вот эти вот злосчастные решетки, друзья. А это хорошо, потому что решетки нам понадобятся для двигателей. И не только для двигателей. Они входят во многие в эти постройки, которые я тут наметил. А решеток там хватает. Поэтому давайте-ка еще слетаем за еще одной порцией решеток. А металла также понадобится очень много. Не хотелось бы мне вырезать все это, потому что, ну, из этого состоит игра, это все по-хорошему надо бы показывать. Так, вот он наш лаз, наша штольня. Ну и давайте еще соберем немного. Инвентарий фолл, друзья. То бишь, это означает, что нам больше ничего не получится положить в наш сундучок. Возвращаемся на базу. Сколько там наковыряли? О, ну так, очень хорошо мы его наковыряли, друзья, достаточно. Я думаю, этого вполне хватит для того, чтобы построить машины и базу. Я там за кадром может быть еще дособираю те камни, которые болтаются там. И в принципе думаю, этого будет более чем достаточно. Еще мы, знаете, что не наметили, друзья, батареи. Так, погружаем все. Что для батареи требуется? Давайте поглядим. Остальная пластина. стальные пластины у нас есть. Возьмем сразу 500. И давайте, раз уж мы начали строить батарейки, тоже начнем. Хотя бы наметим, как я уже говорил. мост. Многие из вас скажут, зачем столько много батареи? Зачем? Друзья, если мы планируем, а я планирую строить технику и не одну, а достаточно много и внушительных размеров корабли, И нам понадобятся батареи для того, чтобы их быстро запитывать, друзья, быстро, чтобы не ждать, когда там эти ветрогенераторы что-то где-то, какую-то энергию соберут. Это нужно для скорости. Батареи будут периодически накапливать энергию и будут готовы всегда её отдать. Поэтому нам нужна вот эта вот готовность батарей раздавать энергию. А для этого чего? Блин, меня напугал этот компьютер. Чё он там говорит-то? Я подумал, какие-то метеориты, может, посыпались или какая-то опасность появилась. Почему? Потому что, ну, чё-то... А, да-да-да, вот они летят, друзья, вот они. Ой, друзья, это близко. Это надо, знаете, это надо какую-то защиту делать. Лучше всего турель гатлинга. Ох, надеюсь, наша база устоит. Но пока что мы сильно не пострадаем, даже если метеорит прилетит куда-то в центр и разрушит всё здесь. Надо не забывать, что я это не проварил, друзья, полностью, поэтому это просто каркасы. Мы их сможем восстановить. Каркасы мы сможем восстановить. Кстати, знаете, чё я обнаружил? Смотрите, здесь как-то у нас не одинаково стоят вот эти вот, да? Или так и оставить. Или убрать уже. Да давайте, может, уберём и переделаем. Вот эти вот, видите, да, что здесь широкие вот эти вот. Я не знаю, почему так. В принципе, разницы особо и нет, но давайте, чтобы уж наверняка... Так, а что там? А, там внутренняя пластина, по-моему, требовалась для них, да? Так, где там у нас внутренняя пластина? Возьмём сколько? 200 возьмём. Чисто для того, чтобы закаркасить это дело. Так, а я, по-моему, его убрал там, да? Да, его убрал. Давайте найдём снова. Так, это у нас контейнер. Вот так бывает, делаешь-делаешь, а потом как-нибудь оно как-нибудь не так, как надо. Вот видите, вот эти вот полоски-то, видать, вот эти чёрные, да? Вроде ерунда и мелочь, но нет. Сделаем всё-таки вот как-то вот получше. Я думаю, мы это всё это сделаем. Так, вот так. Ну и что ты не приклеиваешься? Да, вот так вот, я думаю. Всё, теперь как надо. Вроде бы да. Чтобы не было, так сказать, всяких некрасивостей. Так, у нас там ещё какой-то прилетел неизвестный сигнал. Давайте-ка быенько туда слетаем. Посмотрим, посмотрим, что там. Возможно, какой-нибудь улетающий спутник от нас попадётся. Заметьте, друзья, да, что я редко пополняю баллоны, потому что я сразу взял три вот этих вот водородных баллонов. И, в принципе, их хватает, чтобы достаточно долго летать. Поэтому сразу же, сразу же делайте эти самые баллоны. Так, да, похоже, что этот будет от нас убегать. Ну, давайте попробуем. Видите, убегает. Ещё и разрушается, конечно. Всё, спилили мы ему двигатель. А, помимо двигателя, похоже, ещё и кнопка. Нет, кнопка у него на месте. А, нет, это другая кнопка. То ли он сам ее повредил, то ли я, друзья, спилил. Чё-то я не заметил. Ну, да ладно. Вот эти вот аккумуляторы, друзья, очень даже ценные вещи. Если попадутся, всегда их забирайте и ничего с ними не делать. И они понадобятся в космосе очень сильно, поэтому... Всегда их берите. Эти аккумуляторы невозможно сделать. Их можно только лишь... Их можно только лишь купить в магазине. Ну, или забрать вот с таких вот падающих спутников. Так, у меня полный инвентарь. Я не могу забрать с него все вот эти вот штучки. Ну, я обычно как делаю? Оставляю метку. Просто из текущей позиции. Пусть он так называется. Проверяю, да. Может, он исчезнет, кстати, друзья. Такое тоже возможно. Вот. Отнесу сейчас весь этот инвентарь. Все это выгружу и проверим, как раз заодно исчезают они или нет. Надо, друзья, поторапливаться. Почему? Потому что вот эти метеоритные дожди вблизи базы, они могут базу-то разрушить. Поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы была построена турель гатлинга, которая, возможно, поможет как-то избавиться от этих падающих метеоритов. Так, выгружаем все и возвращаемся. Видите, да? Я меточку оставил и вижу, где этот упал спутничек. Мне не приходится его долго искать, бегать и так далее. Ну, поглядим, исчез он или нет. Потому что я далеко довольно-таки от него отлетел. А, ну, тут что, что-нибудь осталось? Да, остались вот только вот эти вот... Как видите, друзья, они исчезают, эти спутнички. Да, вот из чего они состоят. Остались только аж меточки небольшие, которые я могу собрать. А самого спутничка-то уже и нет. А вот как-то так. Давайте меточку эту мы удалим. Ну и вернемся, наверное, на базу. Пока летим, можем забежать за магнием. Магний понадобится для изготовления патронов для этой самой турели. Вы сами видели, что падают метеориты. Пока они, в принципе, не слишком для нас опасны. Но вот когда начнем строить, они будут представлять угрозу. Поэтому хорошо бы магния тоже добыть. Он, в принципе, везде нужен хотя бы немножко. Так, присаживаемся и начинаем добывать этот самый магний. Так, энергия заканчивается. Да и как раз у нас и сумочка переполнилась, да. Так, куда это я полетел? Нам вот сюда. Хорошо, когда есть озеро. По озеру легко ориентироваться, где находится база. И вообще, озеро это прям идеальное место, где можно базу строить, я считаю. Так, забрасываем камни и переработку руды магния. Да, собираем этот магний чуть-чуть. Там, скорее всего, в основном камни были. Ах, я, смотрите, не взял этот. Не пополнил запасы энергии. Так, еще вроде работает. Хватило, смотрите-ка, энергии еще одну сумку набрать. Сколько там магния? Ну, в принципе, нормально. Магния не должно требоваться много. Магний тоже долго перерабатывается, как и кобальт. Вот, поэтому, такие руды. Давайте посмотрим. Как мы видим, кобальт все еще перерабатывается. Я обычно очередь ставлю таким образом, чтобы самые быстрые, которые перерабатываются, и за ними самые долгие. Ну, вот, уже сейчас вы можете примерно представить, почему, да, нужно около 10-12 заводов. Заводы, конечно же, будут тоже это достаточно быстро перерабатывать, но только за счет количества заводов можно ускорить переработку большого количества вот этих вот руд. Вот вы видите, как перерабатывается магний. Накапливается очень долго и перерабатывается относительно небыстро. Кобальта мы накопили всего 337, но этого, в принципе, хватит для наших целей. А что с железом? Так. Это у нас в сборщике, по-моему, находится. Так, давайте вот сюда забросим. Заберем все со сборщика. Чтобы лишнего там ничего не лежало. Пока что наш карбойт позволяет. Можем немного сразу взять кобальта, вот этого кремния, никеля и железа. Давайте править заберем. У нас 5000 железа, 338 хобальта, немного никеля. Ну, в общем-то, я думаю, что можно начать с этим строить уже и различного рода, друзья, корабли, которые нам помогут. Вот так вот будет выглядеть наша основная база. Пока что мы только наметили строительство в виде каркаса. И, в принципе, я думаю, что так мы и будем ее полностью устраивать. Так вот она будет выглядеть. Давайте отлетим подальше, посмотрим. Сверху будут располагаться различные доки для наших кораблей. То бишь мы будем парковать их как раз сверху. Вот я построил вот такую башню для ветрогенераторов. Башенка достаточно длинная, высокая. Я думаю, что в самый раз, если будем какие-то суда крупные строить, ничто мешать ветрогенераторам не будет. И, в принципе, они будут находиться на достаточной высоте. Так, здесь мы, наверное, тоже попробуем как-то защитить эту вышку. Вот эти батареи будут крайне нежелательно, если упадут метеориты. Они просто разрушат абсолютно все. Вот везде, куда падают метеориты, все это разрушается, друзья. Вот. Будем надеяться, что уцелеют наши постройки. Но посмотрим, посмотрим, как говорится. Не будем забегать вперед. В следующей серии мы начнем строить непосредственно корабль-сборщик. Сварщик. Так и называется сварщик. И, возможно, построим майнер для добычи ресурсов рут. Посмотрим, друзья. Давайте пополним запасы энергии. Вот этот survival kit. Он довольно-таки долго пополняет запасы энергии. Но, когда мы построим медпункт, это будет значительно быстрее делаться. Так же мы можем закинуть сюда наши истощенные водородные баллоны. Они отправятся на пополнение. Ну все, друзья. Давайте сохранять это дело. Скорее всего, я за кадром еще что-то подобываю, чтобы уже было достаточно ресурсов. Вы видели, как это делается. И начнем уже строить непосредственно кораблики. Ну все. Всем пока-пока. Делаем сохранение. Сохраним как три. Сохранилось, друзья. Увидимся в следующей серии. А если кто что хочет сказать, как-то прокомментировать, обязательно пишите ее в комментариях. Я все читаю, друзья. Пока-пока.